Что касается заявления моего американского коллеги, мы чисто видели, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил, я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и без шуток. Это первое. Второе. Если говорить по шире по этой теме, то буду, что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся, как будто бы человек. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда переглядываем на другого человека то, чем мы сами видим. Чем мы играемся по сути. Вот знаете, я вспоминаю. К будучицу мы в дворе, когда спорили друг с другом. Мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется. Это не случайно. Это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом. Психологически. Мы всегда в другом червяке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из-за этого иссяжа оцениваем его. Чисту ей даем оценку вообще. Что касается американского иссибричмента. Американского народа в целом. Там, главным образом, очень много честных, предыдущих, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и в дружбе. Мы знаем об этом и дружмейчим, и будем на них опираться в будущем. На что касается американского иссибричмента. Ту. Рыжащего, правящего, краса. Туево сознание скрады в речь в известных и двумя непростых условиях. Вещь освоения европейцами американского континента. Били связано с историем местного населения. С геноцидом. Как сегодня говорили, применим геноцидом индейских времен. Затем, последовало очень жесткий, большой, тяжелый период. И все это идет по истории. До сегодняшнего дня сопровождают жизнь в Соединенных Штатах. Иначе откуда выжившие движения брак рак с молодой? Через ничего в них имеют значение. До сих пор, афроамериканцы сооружаются несправедливостью и изобретением. Вот такими соображениями правящий класс Соединенных Штатов решают и внутренние политические и ближние политические проблемы. Весь Соединенные Штаты – единственная страна в мире, которая применила язерное отломанное оружие. Причем против язерного государства, против Японии в конце Второй мировой войны, против Хирошимы и Нагасаки. Никакого абсолютного, никакого военного смысла в этом не было. Это было прямое истеревление гражданского населения. И почему я об этом говорю? Потому что знаю, что Соединенные Штаты – любопытство Соединенных Штатов в целом населении, имеют с нами определенные отношения. Но почему, которые представляют интересы самих Соединенных Штатов и на их взрыве? Мы хоть, они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы, и мы будем с ними работать. Но в чьих образчав, в которых мы сами заинтересованы и на чьих взрыве, которые мы считаем выигранными для себя. И им придется с этим считаться. Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбление. Им придется с этим считаться. Но мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения сущими странами мира, включая и Соединенные Штаты. Спасибо за просмотр. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова